Честность субъекта аудиторской деятельности Дуже прискипливо разглядаются органами СУСПИНОВАНИЯ Однозначно Ну, наверное, они там будут уже другим порядком отбирать Не по количеству партнеров, а будут смотреть задания Наши аудиторы найкраще Ну, это безперечно Я смотрю, тебе все нравится Что, так мы еще не все обсудили Надо обсудить, потом будет привет Привет, я Андрей Василенко Привет, я Дмитро Хуторный И сегодня в гости данного студии завитала Рубиненко Людмила Васильевна Это вице-президент СУСКИ аудиториев Украины Директор аудиторской фирмы Харьков И сегодня мы должны обговорить такие вопросы Как первый опыт проверок органу СУСПИНОВАНИЯ За аудиторской деятельностью Привет, Людмила Васильевна Добрый вечер Я сегодня хочу порадоваться за нас, что мы уже под елочкой Ну и за всю Украину аудиторскую Которая под Новый год, под елочкой Получит какие-либо подарки от контролирующих органов Хотя мы все этих подарков ждем Потому что, ну например, у аудиторской фирмы Харьков Которую возглавляю я Свидетельство о контроле качества Предыдущее заканчивается 31 декабря 2019 года И естественно мы были в том числе заинтересованы Чтобы в первых рядах попасть в список Для прохождения контроля качества Ну, Ваша фирма Перша проходила такий Отримовала такий досвид И проходила контроль якости С боку АСНАД Это вообще в Украине В первых рядах Вопрос в том, что мы и в 2009 году Были в первых рядах Именно поэтому у нас истекают Свидетельства И те, кто тогда был первыми Они и сейчас стали опытной площадкой На которой экспериментируют Новую систему контроля качества Как те, кого проверяют Так и те, кто проверяет Потому что для них это тоже первый опыт подобной работы Расскажите, будь ласка Чим відрізняется переверка контроля якости С боку аудиторской палаты Як це було раніше И зараз боку АСНАД Знаете, наверное Самое главное отличие Это гораздо большая тщательность проверки Но, во-первых, раньше инспекторы Два присутствовали у нас в поле Как мы говорим на месте Проверки два дня Сейчас инспекторы в составе трех человек Присутствуют 4-5 дней То есть, естественно, увеличился сам период проверки на месте Кроме того, предприятия аудиторские Заполняют анкету На заполнение которой Но у нас было 15 дней Всем остальным в Украине Можно начинать ее заполнять уже сегодня Потому что это публичный документ доступен И по нему уже можно предполагать По крайней мере, какое требование к фирме Предполагает предъявить орган контрольный Потом еще 15 дней На подготовку уже к приезду проверяющих Потому как они присылают Еще опросник такой По которому они просят подготовить Тот или иной набор документов Все вы знаете по анкете, которая обнародована Что мы прилагаем к анкете Только перечень заданий Обязательного аудита А к приезду проверяющих на место Мы должны подготовить перечень Всех остальных аудиторских заданий Включая обязательный аудит Включая инициативный аудит Включая задания по уверенности Включая согласованные процедуры И все остальные задания, которые мы выполняли И вот эта работа Она реально 15 дней эти занимает На подготовку Тут треба зауважить, что на официальном веб-сайті Органу Суспільного нагляду Розмещені ці анкети Щодо подготовки До перевірки И они досить мають великий обсяг Например, анкета Вона складається 33 аркуша И необходимо також заповнити Таблицю Щодо виконаних завдань З обов'язкового аудиту В мене виникає питання Ви сказали, что На подготовку анкети 15 днів И 15 днів на подготовку До самого приезда проверяющих Це не ж цімо 15 днів і 15 днів є Якийсь проміжок чашу Чи це місяць з дня Як ви отримали адукету І через місяць вже приїдуть перевіряючи Да, вони не мають права приїхати Раньше, чем через місяць по положению С момента вручения нам направление на проверку В котором указан уже период проверки Которому буде подвергнута фирма І вже за цей период Ми готовимо документи Ну, например, ми подготовились за 5 лет Как було раніше, нас проверяли 5 лет Получили в результате направление на проверку 2 года, 18-й і 19-й Но поскольку проверяється ще й мониторинг Последний, то на самом деле В проверку попал 17-й, 18-й і 19-й год Задання, поскольку мониторили мы Предыдущі периоды Они стали объектом рассмотрения инспекторами Інспектори, тобі, перевіряли ще й як би Вздиснили внутрішньофірмовий мониторинг Хранишого виконаного завдання Да, і по положению Ми обязаны направити Не просто заполнені анкети Ми должны отправити сканировані документи В тому числе сканировані документи По мониторингу предыдущому Который ми провели А вот вторые 15 дней Это на заполнение другого документа Уже такой документ, который готовится Для собеседования между Руководителями, сотрудниками фирмы И приезжаючими инспекторами В этом документе Очень много места отводится Согласованности поданных нами ранее отчетов Один аудит финансовой отчетности А также самого бухгалтерского учета По году, который еще не закончился То есть сами Все наши с вами подтверждения Проведенные в наших системах Бухгалтерского учета Сверяются с достоверностью того, Что мы предоставили в описательной части И в первую очередь, я так понимаю, проверяется Честность клиента в части отчетности В части предоставления документов И я советую всем быть предельно Откровенными Лучше у вас будет какой-то недостаток Обнаруженный Вы потом получите время на его исправление Нежели вы будете улечены В сознательном каком-то сокрытии Каких-то фактов Честность субъекта аудитерской деятельности Дуже проскипливо разглядывается органом Однозначно, очень принципиально Они к этому относятся Очень еще, может быть, для нас это было впервые Это такой перекрестный опрос сотрудников И руководства То есть сначала они беседуют с теми Кто отвечает за контроль Насколько они знают свою систему контроля Стандарты, аудиторский закон Про аудиторскую деятельность Какие принципы заложены Какие основные позиции Используются в системе контроля А потом эти же вопросы задаются сотрудникам фирмы На знание тех же внутренних фирменных документов На владение персоналом стандартами Как бухгалтерского учета Но даже, может быть, больше международных стандартов аудита И вот мне, например, была, ну скажем так Где-то даже гордость была за своих сотрудников Что если мы даже чего-то где-то недостаточно задокументировали То люди однозначно знают предмет своей деятельности Они точно выполняли эти работы Возможно, недостаточно мы сегодня тщательно и недостаточно внимания Все аудиторские компании, именно украинские, уделяют документированию Мы больше проверяем, меньше документируем А надо перераспределить наши усилия в фирмах Так, как вы вважаете То, что изменился термин проверки Воно стало значительно довшим Это повысит качество этой проверки? Ну, качество проверки однозначно повысится Как контрольного механизма Главное, чтобы мы получили посыл К улучшению качества нашей деятельности И здесь можно отметить положительно Подготовка тех, кто нас проверяет На высоком уровне И с людьми, которые сами знают предмет Которые они проверяют Всегда приятно и интересно Беседовать Контактировать Обмениваться какими-то нюансами Опытом В чем-то они Слышали какие-то наши Воззрения Мы все же знаем, что сегодня закон В некоторых местах читается совершенно неоднозначно И я так понимаю Что там, где эти неоднозначности существуют Все-таки инспекторы склонны к тому Чтобы на этом переходном периоде Не предъявлять требования Которые сложились у них От прочтения закона Они слышат, что можно этот закон Прочитать и по-другому И в связи с этим Применять Может быть по-разному На том этапе Я например Какие-то нормы закона Мне казались Жестче Чем даже рассматривать Сегодня инспекция основ Чи правильно я зрозумів Что у вас было Три основных строки Повязанных с этой проверкой Первый строк Это Когда вас попередили Про проверку Из него было 30 дней до момента Как приехали на проверку Потом у вас 5 дней Была сама проверка Когда инспекторы Брали у вас на месте И потом еще У нас было Как раз получилось 4 дня Потому что это была Неделя На которой был Один выходной День понедельника И потом еще было Какая-то Кількість днів До момента Когда вы Маете уже Якийсь результат Да Проект отчета Но После завершения Проверки на месте Они Примерно 1 час 40 Беседовали с нами По результатам проверки То есть Это была я И мой заместитель И руководитель Группы инспекторов Докладывал нам Замечания Пожелания Рекомендации Того что Они увидели На месте Чтобы сказать Что полученный нами Проект отчета Сильно отличался От того О чем мы говорили Устно На Пицулькове На радио Я не могу сказать Потому что Вот в проекте отчета У нас Ну там у нас же есть Вот если вы Почитаете порядок Да Методические рекомендации По проведению Этих проверок Там написано Есть существенные Несущественные Замечания И так далее Одно из которых Мы уже исправили К моменту получения Проект отчета Почему? Потому что нам о нем Сказали устно Причем это была Беседа И с внутренним Аудитором Который Осуществляет Внутренний Мониторинг Это и в беседе Со мной И с замом Нам сказали Что недостаточно Эффективная Система Внутреннего Мониторинга Почему? Потому что Задание Которое они Отобрали Из мониторинга В нем оказалось Там Несколько Неточностей И Мы Уже С 15 Ноября То есть Мы получили Проект отчета 27 Ноября А с 15 Ноября Мы уже Переформатировали Всю свою Систему Внутреннего Мониторинга И с 15 Ноября Запустили Новую систему И уже Проверили Сами себя По-новому Да Вот С теми Замечаниями Которые нам Были Устно Высказаны Тобто Мабуть В Уоснаде Є якісь Внутришние Процедуры Які Вони Мають Пройти Від того Як Вони Вам Вже Озвучили Якийсь Устный Вердикт Після того Як Водбулась Узагаль И до момента Коли Уже Є Проект Да Может Что-то Добавилось Там Что-то Ушло Из того Что говорили Устно Но в принципе 90% Это совпадало То что Было В устной Беседе Мы Почему Вынуждены Были Действовать Раньше Чем Получим Их Проект Потому Что По нашей Внутренней Системе Мониторинга Мы В четвертом Квартале Проводим За предыдущий Год Мы проверяем Квартал 18-го года Плюс 9 месяцев 19-го Это у нас Система Так работает И нам Надо было Выполняя Свои же Установки Внутренние В четвертом Квартале Делать этот Мониторинг По-новому Поэтому Мы Устраняли На ходу Что называется Недочеты Которые В этом Направлении Были И В принципе Скажем Когда Пришло Уже Письменное Тоже Написанное Ну Это Может Более Лаконично Изложено Чем То Что Говорилось Усно Ну В принципе То же самое Скажите Будь ласка А Ведебрани Были Оснадом Різні Виды Аудиторских Висновків Чи Выключено Аудит Финансовой Звитности Чи Обовязковый Аудит Если Вы Почитаете Положение Контролю То Там Четко Следует Что Должны Отобрать Не менее 50% Заданий Выполненных Разными Партнерами То есть Если Выполняли Задания Семь Партнеров Например То Будет Отобрано Минимум Четыре Если Пять Минимум Три Задания Если Это Два Партнера Ну Наверно Они Будут Уже Другим Порядком Отбирать Не По Количеству Партнеров А Будут Смотреть Задания Здесь Здесь У них Была Задача Отобрать Персоны Разные Партнеров Треба Мати Більше Партнеров Плюс К ним Ну Не знаю Говорят Наоборот Если Меньше Партнеров Могут Меньше Количество Заданий Отобрать Ну Это Уже Такое Дело Но Смотрите Дальше Дальше Проверка Контроля Якости Потребов Партнеров Куды Диты Ну На самом Деле Дальше Уже Выбор Задания Шел И Партнеров Разных Надо Было Брать Ну И Выбор Заданий Тоже Например Одно Задание Это Была Консолидированная Отчетность Одно Задание Где Мы Были Аудиторами Первый Раз Одно Задание Где Первый Раз Фирма Приступила К Этому Сектору Экономики Скажем Так То есть В том Где Мы Специалисты Они Взяли Там Досить Такие Дифференцированные Безкидные Все Все Задания Все Задания Были Обязательный Аудит Обязательный Аудит На Подставе То есть Аудит Яку Подавали Родон Занкет Единственное У нас Попал Инициативный Аудит По одному Предприятию Которое Было В Мониторинге За Предыдущий Период То есть У нас В результате Попали Задания 17 18 И 19 Это Было Избиряно Задания С Мониторингом И Там Не Обязательный Аудит И И И И И И И И Аудит Обязково Выполненные По МСФЗ Финансовая Отчетность Была Подавалась А вот То Которое В Моніторинге По ПСБО Зрозумело Давайте Повернемося До Того Моменту Коли Ви Отримали Акт Проект Акту Перевірки Що Відбувається Після Цього Яка Процедура Погодження Узгодження Що Треба Робити Ми Получили Проект Отчета В котором Єсть Существенные Замечания І Несущественные По Несущественным Не требуется Разработать План Действий По Существенным Надо Разработать План Действия По Исправлению Этих Скажем так Виявленных Нарушений І Этот План Действий Надо Описать Що Ви Делаете Надо Описать Ответственных За їх Виполнення Надо Поставить Сроки Виполнення А які Терміни Протягом Яких Необхідно Разработи С теми Замечаниями Которые Запоряджили Указаны По Виполнению Этих Рекомендаций Так Они Не только Замечания Пишут Они Пишут Еще Колонку Рекомендаций И Эти Рекомендации Что у нас Как бы Должно Быть На их Взгляд Мы Впринципе Должны Каким-то Образом Реализовать Раніше Такого Не Был Рекомендации Рекомендации Был Тільки Норма МСА Яка Порушена И Все И Яка Выправити Раніше При перевірке Контролю Якості Ніяких Жодних Рекомендаций Не Надавалось И Я Так Думаю Что Время У них Ушло Да Очень Много На Как Они Говорят Что В будущем Наверное Они Будут Гораздо Быстрее Готовить Документы Потому Что Я Сама Видела Как Они Переживали Получая Наш Первый Отчет В смысле Первый Наш Ну Как Скажем План Действий Да И Возможные Какие-то Замечания И Я Так Поняла Что В том Числе И Они У них От души Отлегло Что Мы Не Стали Ну Скажем Так Не Стали Споричатись А Таких Зауваженников Они Значили Что Было Интересно Потому Что Мы Смотрели Замечания По Предыдущим Заданиям И Накладывали Их Ну Скажем Так Мы Нашли Те Же Замечания По Этим Отчетам В Других Работах И Вы Повторяйте Теки Теши Система У вас Працевала У всех Завдания Однаково Вы Нашли Те Зауважения И В Инших Завданиях Ну Скажем Так Что Тридцать Процентов Примерно Это Совпадающих Но Есть Там Где Партнер Вот Который Был Отобран Как бы Следующий Действовал То есть Когда нет На самой Фирме Какого-то Шаблона Каждый Партнер Действует По своему Профессиональному Убеждению И вот С какими-то Убеждениями Наших Партнеров Аснат Согласился С какими-то Убеждениями Например Чьими-то Поэтому Мы Приняли Решение Что Таки Надо Разработать Шаблоны Для Того Чтобы По Основополагающим Каким-то Моментам Все Действовали Одинаково А вот В той Части Где Можно Допускать Разность Во мнениях Уже Будет Ити Разность Во мнениях Потому Что Скажем Так Чем Больше Мы Изучаем Стандарты Аудита Тем Больше Мы Начинаем Переосмысливать Нам Казалось Что мы Действуем Правильно Мы были В этом Глубоко Убеждены Но Когда Говорят Что Можно И Нужно Действовать По-другому И мы Начали Вчитываться Перечитывать Сопоставлять Одни Стандарты С другими Какую-то Цепочку Последовательную Выстраивать Мы Пришли К выводу Что Они Даже Не писали Что Это Неправильно Они Писали Недуречно Что-то Выполняется И Мы Пришли К выводу Что Действительно Если Действовать Так Как Они Говорят То Будет Более Эффективной Наша Работа То есть Можно Подсумовывая Все Процедуры Какие Вы Расправили Можно Зробить Висновок Что И Сама Перевірка Контроля Якости Підвищает Контроль Якости На Фирме Однозначно Знаете Я вас Слушаю И Мне Сдается Что Вы Не Перевірку Проходили Контроля Якости А В Действительно Нейленде Були Столько Позитивных Эмоций Після Цієї Перевірки Вы Знаете Во-первых Это новый Опыт Раз Во-вторых Я Уже Сколько Начиная С 15 Например Наверное Октября Или 16 Вот По Сегодняшний День Работаю Информационным Агентством В Украине Все Коллеги Которым Предстоит Пройти Аудит Звонят Интересуются Спрашивают Как Почему Что Какие Вопросы Какие Действия Какой Сценарий Проверки И Даже Инспекторы Мне Уже Так Высказывали Что Им Придется Менять Методологию Проверок Какую Внезапность Какую Новизну Привносить В Другие Структуры Какая Внезапность Если План Проверок Прилюдненный Неофицийно На сайте Внезапность В самих Проверках Имеется Ввиду Что-то Новое Элемент Новый Такой Который Не использовался Например У нас В фирме Треба Туда Зменив Эту Методологию Но На самом Деле Вы знаете Вот Они Даже Написали Нам Рекомендации Я Нигде В стандартах Никогда Этого Не читала Это Уже Практика Их Практика Внезапности В проверках Наших Клиентов По Аудиту Особенно Общественно Значимых Там Финансового Сектора И так Проик Это Це дуже цікаво Що это означает Актовість Обычно У вас один сценарий проверки Которому Например Предприятие Привыкает Для того Чтобы Установить Какие-то Нарушения Это Стасуется Когда Вы Не первый Рек Аудитор На цьому Підприятию Они Этого Не пишут Но В принципе Может быть Это От стандартного Какого-то Поведения Аудиторов Уже Которое В Украине Признано Стандартом Не обязательно А когда Вы Имеете Уже Несколько лет Сотрудничества С клиентом Так Сто процентов То есть Что могут Наш глаз Замыливать И мы должны Действовать Какими-то Непривычными Для клиента Этого Действиями Изменитый партнера Завдания Або группу Завдания Это Само собой Это законодательные Требования Даже Но Даже Больше часто Работать Может быть Отобрать То что Выборку То что Всегда считалось Малозначительным Я же говорю Что раньше Мы никогда Таких рекомендаций Не получали В стандартах Это тоже Внезапность Не прописано Это уже Опыт Проверяющих Наших Говорит О том Что надо Ну скажем так Как искать Новые Методы Проверок Чи было вам страшно Мои специалисты Новые подходы Я так понимаю Я так понимаю Что в принципе Нам Всем вместе Как профессионалам Союзу аудиторов Надо Некоторые подходы К существенности К рискам К оценке Вот этих Всех основополагающих Моментов Менять И учить Этому Наду Людей Учить Надо Членов Союза Это Все Возможно Мне так кажется Сегодня Вот эта Закрытость Систем Которыми Гордятся Большие Сетевые Фирмы Это Что-то Не очень Правильное Поэтому Мне кажется Что если Кто-то Из нас Что-то Изобретает Качественное Положительное Это Качественное Должно Преодолевая Неприязнь Какую-то В конкурирующих Структурах Друг к другу Все равно Пробивать Брежь Какую-то Этой Коммерческой Тайны И выходить Для общего Блага И вот Мне кажется Может быть В чем-то Наши Новые Проверяющие И будут Вот этой Окном В Европу А скажите Будь ласка А какие Самые Цекавые Пытания Какие Вам задают Зараз Аудиторы Вы знаете На самом Деле Больше Всего Народ Переживает По вопросам Как раз Кадровым Трудового Ресурса И так Наложение Мы же Отчитываемся Сейчас О количестве Часов Потраченных На задания Чтобы Выполнить Крупное Задание Надо Достаточно Персонала Достаточно Квалификации У этого Персонала Опыта И так далее Если у нас Этой Проблемы Нет Потому что Реально В корпорации Работает 50 человек В аудиторской Фирме Больше 20 человек Этой Аудиторской Фирмы И у нас Есть Ресурс Трудовой И он Это все Сразу Считывается Видно Что у нас Нет проблем По Трудовому Нагрузке У партнера Є нормальное Навантажение Чтобы Подготуватися Спланувати Аудит Провести И завершить Завдание За аудитом Такие переверки Контроля Якости Такой новой Якости Нового Подхода До их Виконания Вони Переформатуют Рынок Аудиторских Послуг Вы знаете Я думаю Что Рынок Аудиторских Услуг Ну Еще Сколько Там Говорят Последние Свидетельства Контроля Качества До 2023 Года Выдано И то Вот Аснат Сейчас Собирается Всех У кого Три года Прошли Несмотря На то Что Свидетельства Действуют Пять лет Включать И Я так Понимаю Еще 20-21 Год Еще Будут Действовать Фирмы С предыдущими Скажем Документами По контролю Качества Мало Того Сейчас Идет Не секрет Перекупка Фирм У которых Есть Это Действующее Свидетельство Есть Фирмы Уже Много Их Которые Не хотят Проходить Контроль Качества Из Третьего Реестра Ушли Во Второй И Я так Понимаю Сегодня Сегодня Были Мы На Круглом Столе С Комиссией По Ценным Бумагам Они Сегодня Выявили Там Десятки Фирм Которые Из Третьего Реестра Сделали Общественно Значимые Предприятия Аудит И Говорят Что Они Собираются Оштрафовать Предприятия Сами Участники Ринка Участников Ринка За то Что Они Не провели Аудит Поскольку Ненадлежащий Уровень Аудиторского Заключения Была Выдано Аудиторский Висновок Твою Фирму Яка Не Мало Права Выдав Да И Комиссия Вважает Что Аудит Не Был Проведен Считаю Сегодня Так Руководитель Что Они Считают Что Это Предприятие Не Провело Аудит Если Провело Ненадлежащая Фирма Как Оно Будет Дальше Они Сейчас Это Все Анализируют Все Это Законодавча Представа Что Накладание Стягну На Фирму Перебачено Законодавством Чини Но Это Инши Пытания Але Думка Регулиючего Органа Да Вот Такая Серьезная Анонсированная Позиция И Что Если Еще Там Конечно Спорят Были ли В обороте Эти ценные Бумаги В 18 Году Если Они До Конца 18 Года Ушли Закон Вступил Об Учете В 18 Об Аудите Вообще С 1 Октября 18 Года То Может Быть 18 Год Еще На Каком Там Скажем Так Соглашение Общественном Будет Спущен На Тормозах Но Я Понимаю Что 19 Год Уже Никто Не Спустит В Комиссии На Тормозах То есть Отчет За 19 Год Не Дай Бог Кому Выполнить Не Не Реестра Причем Подтверждают Что Ответственность Должна Быть Обоюдной Канцеров Сегодня Был Олег Александрович Что Будут Наказывать Как Аудиторские Структуры Так Рынок Будет Наказывать Участников Рынок Комиссия Регулятор Рынок Будет Наказывать И я Думаю Что Если Действительно С двух Сторон Этот Процесс Пойдет То Наши Участники Рынок Подопечные Наши Поймут Что Аудиторам Надо Платить Гораздо Больше Так Все Так Чи Будет Переформентувание Рынок Будет Будет Останутся Те Кто Готов Работать Над Совершенствованием Своей Деятельности Зрозуміло И это Неизбежно Мое Глубокое В этом Убеждение Рынок Чекает Подвищение Якости И переформатувание У вас Надо Вот После того Даже Когда мы Согласуем Например Завтра Вот Этот Документ У вас Надо Еще 30 Дней На Принятие Решения До Півроку Може Занят Эта Процедура Ну Я считала Минимум 90 Дней Дворівневе Оскарження Результат Перевірки Спочатку До инспекции Ну Сначала С проектом Не соглашаемся Ну С проектом Це Заперечення На перевірки До инспекции Якщо Инспекция Не задовольняє Ваші Заперечення Аудитори Аудитори Ще Мають Право Надати Свої Заперечення До Органу Суспільного Нагляду І там Приймається Рішення Де Мінфіну Не має Права Аудитори Ще Поставить Будет Три Рівня Ця процедура Від 90 До Десь Півроку Від 90 Днів До Півроку Аудиторської Фірми Право В течіні Года Ісправитися Більше Года Не дають Але Ти можеш Год Ісправлятися Для Виправлення Зауважень Суттєвих Це Один Рік Протягом Цього року В тебе Не має Контролю Є Тебе Видають Свидетельство Ще Прошел Зауваження І Срок Виконання Такої Цих Зауважень А після А після Они должны Приїхати І перевірити Перевірити Виконання Або Можуть Будь перевірка На місце А може Будь В інспекції Вот Ми Сейчас Когда Ми написали Что Ми Мониторинг Выполняли По-новому Я У них Спросила Что нам Делать Висылати Вам Новий Будете Приїжджати Смотреть Или що Они Затребували Скан Наших Нових Документів Конкретно Про Моніторених Заданий От ми Їм Отправили Скани Можемо Припустити Ще після Набуття Нового Досвіду Можливо Бути змінена Методологія Проведення Перевірки І всі ці Моменти Які Виникають Під час Практичного Втілення Цих Завдань Вони Знайдуть Якісь Відображення Можемо Хуже Лучше Якщо Ми Змінили Свою Систему Мониторингу Якщо Ми Перешли На Системні Какі-то Рабочі Документи І ми Це Почали Делати Ще Даже Переход До Приїзда Значить Ми Замі 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 Що Нам Перестраюватися Чому Нам Спорити З Інспекторами Про те Що Ви Не встигли Заробити Змісті Ми Дякуємо Людмі Васильівні За дуже Цікаву Бесіду Досвід Щодо Перевірок З контролю Якості Органом Суспільного Нагляду І чекаємо Вас В наступних Наших Зустрічах З найменш Цікавими Темами Сподіваємось Що всі Аудиторські Фірми Будуть Так Позитивно Налаштовані Після Проходження Контролю Якості Підписуйтесь На наш канал Ставте Лайки Залишайте Коментарі Приходьте До нас У студію Всім Пока Субтитрувальниця Оля Шор